А нам пора вспомнить, что представляет из себя серия паразит Ив на сегодняшний день. Итак, начнем по порядку. В 1996 году на небосклоне японской литературы появилась новая звезда. Фармаколог Хидеаки Сена написал роман-ужастик «Парасайт Ив». В основе сюжета лежало предположение, что митохондрии, содержащиеся в клетках человека, — это паразиты, обладающие разумом и волей. Они лишь дожидаются подходящего этапа эволюции, чтобы подчинить себе людей и создать новую, совершенную форму жизни. В персонификации паразита выступало создание, именующее себя Евой и способное подчинять себе тела женщин. Обладала Ева и другими сверхъестественными талантами, например, умела вызывать самопроизвольное возгорание человека. Роман стал бестселлером и очень скоро начал обрастать адаптациями. Не прошло и года, как в Японии сняли экранизацию. Затем по мотивам книги появилась манга и, наконец, подоспела игра. Она вышла весной 1998 года на приставке PlayStation и продолжила события романа. Действие развернулось в Нью-Йорке, где в канун сочельника 97-го объявилась Ева. Она завладела новым телом и опять принялась терроризировать людей. На пути злодейки вставала молодая полицейская Айя Бреа, оказавшаяся неуязвимой к способностям Евы. Первый паразит Ив стала в игровом мире почти таким же хитом, как и первый Resident Evil. Несмотря на принадлежность к разным жанрам, обе связывают невероятно притягательная мистическая атмосфера. Однако, если Resident Evil создавался, что говоря с нуля, то у Паразит Ив была значительная предыстория. Ведь игра основана на известном романе Хидеаки Сене «Паразит Ева», ставшем довольно популярным в Японии. Естественно, компания Squaresoft не могла не обратить внимания на столь значимое произведение и постаралась воплотить его в игровой форме. Также важную особенность вносит сам сюжет. Он частично основан на фантастическом романе ужасов Хидеаки Сене «Паразит Ева». Таким образом, перед нами первая одноименная игра по книге, название которой «Паразит Ив». Ну и для полной вступительной презентации хочу рассказать немного формальности. Так как в Европе Ева не выходила, поэтому год выпуска в США и Японии 1998. В 2010 и 2011 годах она была перевыпущена в PlayStation Network. Начну, пожалуй, с самого сокровенного. С первой же минуты после запуска проявляется восхитительная презентабельность проекта. Нас встречает вступительный ролик высочайшего качества. 3D-мультипликация, исполненная в классическом японском стиле. Важно заметить, такие видеозаставки сопровождают сюжет на протяжении всей игры. Заставки записаны довольно в хорошем качестве и даже сегодня на больших мониторах смотрятся очень красиво. Видеоматериалы позволяют хорошо передать действующих персонажей в том виде, в котором задумали их дизайнеры. Что, наверное, трудно сделать в самой игре по техническим причинам приставки. Отдельный и низкий поклон музыкальному сопровождению. Оно невероятно прекрасно само по себе и вдобавок подчеркивает красоту проекта в целом. Каждый трек наполнен чем-то большим, чем душой. Говоря, таким образом, об особом подходе к разработке игры Parazit Eve. Официально после выхода был издан оригинальный саундтрек и его ремиксы. Parazit Eve стал одним из самых заметных проектов своего времени, во многом благодаря великолепному музыкальному сопровождению. Основная мелодия игры надолго отложилась в моей памяти и до сих пор вызывает лишь приятные воспоминания. Паразит Eve Наверное, стоило начать с того, что разработчиком является компания Squaresoft, нынешний Square Enix. Поэтому большинство ролевых игр у них очень сильно напоминают линейку Final Fantasy. Parazit Eve, конечно же, во многом схож с последней фантазией, но при этом сюжеты динамика боя делают её вполне оригинальны. Хотя молчаливое исполнение было перенято полностью, что своего рода является почерком компании. Тем, кто по каким-то обстоятельствам не знаком с Final Fantasy, попробую пояснить молчаливое исполнение сюжета. В роликах и самой игре реплики персонажа не записаны, а выражены только лишь в тонах текста. Но так как сюжет высочайшего уровня, то его чтение доставляет удовольствие не меньше, чем просмотр заставок. Из седьмой финалки была перенята и графическая составляющая. Хотя, если учитывать смешанный жанр RPG и Survivor Horror, то на вид она больше похожа на Resident Evil. 90-е. Эпоха расцвета RPG. Именно в этот период вышло наибольшее число самых запоминающихся проектов, о которых ты до сих пор вспоминаешь, переигрывая в голове сценарий и музыку. Как вы уже, наверное, поняли, я сейчас говорю не о знакомых компьютерных ролевых играх, а о японских RPG, самый значительный пик развития которых выпал на конец 90-х, начало нулевых. Одним из самых заметных игроков в развитии жанра в те времена была выдающаяся компания Squaresoft, позже слившаяся с другим крупным монстром игровой индустрии, компанией Enix, образовав дуэт гигантов Square Enix. Ежегодно под брендом фирмы выходило сразу несколько замечательных игр, многие из которых, конечно, забылись, но некоторые остались на слуху у преданных фанатов и по сей день. Одной из таких игр стала первый паразит Ив, и в мгновение ставшая популярной. Во многом это заслуга новой главной героини Аи Бреа, шарм и очарование которой покорили многих. Продюсером выступил прославленный Хиронобу Сакагути, ведущим художником стал дизайнер персонажей Final Fantasy VII Тетсуэно Мура. За сценарий и постановку отвечал Такаси Такита, прежде трудившийся над Chrono Trigger и несколькими частями Final Fantasy. Впрочем, несмотря на обилие знакомых лиц среди авторов Parasite EVE, она сильно отличалась от предыдущих игр компании. Прежде всего, обзавелась более простой и динамичной боевой системой, чем предыдущие RPG-студии. К тому же разработчики так старательно воспроизвели мрачную атмосферу оригинала, что Parasite EVE стала первой игрой компании, получившей в Америке рейтинг 17+. Наконец, видеоряд и постановка были максимально, насколько позволяли тогдашние технологии, кинематографичными. Все декорации, как правило, это отрендерированные изображения, создающие довольно красивую обстановку. Объекты, двери и прочие штуки хорошо выделяются среди фона. Это можно сказать и про тайники. Персонажи относительно тоже хорошо сделаны. Хотя сказать о предельных возможностях консоли – большая ошибка, и сиквел тому доказательство. А вот анимация достаточно качественная, и на фоне большинства игр PlayStation является ярким показателем способностей данной консоль. Перейдём непосредственно к основам управления. В свободном режиме игра действительно напоминает Final Fantasy. Мы перемещаемся по локации, исследуем ящики, шкафчики и прочие подозрительные объекты. А так как это Survivor Horror, то проверяем ещё и двери. Ищем ключи и ну, в принципе, вполне привычная и интересная концепция. Концепция прохождения никогда не отдаёт однообразиям. Такой же подход применялся и в Final Fantasy. Динамичные сцены сменяются спокойным исследованием локаций и общением с доброжелательными NPC. Несмотря на всю коридорность игры, нам всё же дают возможность посещать локации на выбор. Хотя на развитие сюжета это нисколько не влияет. Все события разбиты на главы, каждая из которых подразумевает один день из жизни героини. В большинстве случаев каждая глава завершается битвой с боссом. Боссы относительно немного отличаются от обычного противника. Как минимум, манерой поведения и определённой тактикой ведения боя. В качестве точки сохранения нам предлагают самый обычный телефон. Или же возможность сохранить прогресс по окончанию внутриигрового дня. Снаряжение является, если не полностью основой геймплея, то, по крайней мере, огромной его составляющей. Основные аспекты огнестрельного оружия это, как правило, его дальность, урон и, самое важное, количество выстрелов за ход. Зачастую решает многое в бою. Даже если Айю прервали в процессе нанесения урона по врагу, она всегда продолжает свою серию выстрелов, как только противнику гомонится. По мере прохождения мы прокачиваем персонажа, модифицируем или находим новую экипировку. Что же касается вооружения, то его можно модифицировать. Объединив два вида вооружения, можно перенести с одного его лучшие характеристики и способности. При этом старое вооружение ломается. Тут необходимо смотреть на число так называемых слотов расширения, куда можно вставить дополнительные способности. Объединив тройной выстрел с замораживающим патроном, можно получить тройной замораживающий выстрел. Так меняются и основные характеристики вооружения, сила, атаки, дальность и тому подобное. Для подобной модификации необходимо специальное устройство в виде ключа. Есть в игре и дополнительные поварапы, усиливающие разные характеристики оружия и брони. В начале лучше их не тратить, а если и использовать, то с расчётом дальнейших переносных характеристик на другое средство, что не всегда получается. С бронежилетами в принципе особых новшеств не наблюдаются. Находим более лучшее по свойствам и модифицируем чем бог послал. Подобно любой РПГ в броне есть ячейки с особыми эффектами, например автоматическое использование аптечек при низком уровне здоровья. Ко всему вышеперечисленному можно добавить ещё и возможность прокачивать отдельные свойства экипировки с помощью определённых очков, зарабатываемых на убийстве врага. Прокачка также играет немалую роль, хоть и не столь заметную, как в других РПГ. В процессе накопления уровней даются не только увеличение статусов, но и дополнительные очки, на которые можно расширить инвентарь или ускорить полоску действий. Придётся немало разрываться в данном выборе. Казалось бы, неплохо быть быстрым, но с другой стороны инвентарь постоянно будет битком. Всё меняется при стычке с противником. Вот здесь наблюдаются существенные отличия от того, с чем игру постоянно сравнивают. Меняет всю картину в целом особый подход к боевой системе, в которой персонаж может свободно перемещаться по допустимой области. В основном враг нападает рандомно при изучении локации или если бой был предписан сюжетом. Немало положительного можно высказать и о боевой системе, представляющей полный материал тайма и пахшаговой игры. Битвы, как во многих РПГ-90, происходят совершенно случайным образом. На врага можно нарваться в любой момент, а вот сами сражения проходят на готовых территориях, которые теперь представляют собой часть той зоны, где Айя находится в данный момент. В пределах зоны можно спокойно двигать, стараясь уворачиваться от дальних и глубинных вражеских атак. Та же самая относится и к главной героине. Главной особенностью ведения боя является свободное перемещение Айи по боевой территории. Это позволяет избегать возможный урон, регулировать собственный и ознакомиться с поведением врага заранее. В сражении героиня всегда одна. Применение любых действий, будь то атака или использование предметов в инвентаре, требует наличия полного соответствующего индикатора. Так что всегда нужно рассчитывать своё здоровье, прежде чем атаковать. Но правильное ведение боя решает гораздо больший исход. Каждый противник нуждается в определённой тактике, за исключением, конечно, слабого врага. Кто-то опасен вдали, а кто-то возле Айи, некоторые имеют по несколько целей на себе, давая необходимость определить самую уязвимую. Но более того, нам в бою могут предложить свыше трёх различных врагов одновременно. В таком случае необходимо расставлять приоритеты на противники. У каждого вида вооружения есть своя дальность, показанная многоугольной сеткой во время наведения атаки. В пределах этой сетки можно совершать действия. Правда, не факт, что пока Айя выстрелит, противник не покинет данную зону. В таком случае повреждение хоть и засчитается, но будет значительно меньше. Атаковать противника можно не только оружием, но и магией, которые здесь, как и в типичных хрбг, вполне достаточно. Есть статусные заклинания, благополучно влияющие на героиню и снижающие показатели противника. Есть лечение и атака. Противники также используют заклинания и могут навести на Айю неприятные статусы. Большая проблема лишь в том, что заход Айя может выполнить только одно действие. Лишь под конец игры наконец-то появится оружие, позволяющее выполнить сразу несколько маневров. И как же сильно это облегчит игру. Самая полезная магия в игре – высвобождение Метахондрии. Позволяет нам полно использовать силу Метахондрии и наносить врагам огромный урон. Правда, и тратит она всю полоску энергии. Но, несмотря на мощь, не убивает боссов с одного удара. Для этого необходимы минимум две полноценные атаки. Так что в процессе накопления второго заряда придется немало побегать, отстреливаясь и залечивая себя аптечками. Например, способности подобной магии. Они открываются последовательно с повышением уровня и расходуют воду в организме. Могут быть как лечением, барьером, антидотом, сканером врага или атакой по нему. Вода для применения силы Айи восстанавливается сама, но только во время боя, так что постоянно хилиться в свободном режиме не выйдет. За победы над противником игроку начислят опыт и дают разного рода вещи, в основном аптечки или патроны. Всё это по стандарту. Теперь о самом главном. Чем же таким важным этот проект отличается от остальных игр от Squaresoft? Манера ведения боя, ну очень похожа на Final Fantasy. Атаковать в лоб далеко не всегда хорошая идея. Для успешного динамичного боя Айя должна полностью использовать потенциал своих способностей, ведь она и маг, и воин в одном персонаже. Необходимость следить за здоровьем, при этом кастовать тот же барьер и параллельно наносить урон по врагу делает процесс битвы достаточно интересным и очень похожим на Final Fantasy. Другое дело, возможность перемещаться в пределах допустимой зоны. Именно это отличает Еву от пошаговых РПГ. Мы постоянно перемещаемся вокруг монстров, чтобы уклониться от урона, а не ждём рандомного промаха. Каждый босс всегда даёт возможность увернуться от его атак, при условии проявления внимательности к его поведению. Айя в бою всегда одна, поэтому уклонение от атак, можно сказать, её ключевой козырь перед любым противником. Главную героиню зовут Айя. Айя Бреа. Она является стажёром Нью-Йоркской полиции. Во многом популярность паразит Ив обязана главной героине Айи Бреа. Мужественная девушка из ФБР в воле судьбы становится одной из главных участниц сложного эксперимента, итогом которого становится Нью-Йоркская катастрофа. Очарование героини покоряет с первого взгляда. Хрупкой на первый взгляд девушка оказывается очень сильной личностью, способной ответить на любую угрозу, а мутировавшая митохондрия оставляет её единственной способной справиться со сложившейся ситуацией. Популярность Айи в прошлом можно было сравнить с не менее известными героинями Resident Evil – Джилл и Клер. Сегодня, конечно, её вспомнят разве что старые фанаты. Тем не менее, с годами хуже она не стала. Айи Бреа решает посетить оперный театр. Напомню, что всё происходит в декабре 1997 года. Но не успевает начаться выступление, как происходят ужасные события. Все зрители начинают самовозгораться. На удивление, кроме протагониста и певицы Мелисы. Не растерявшись, Айя отправляется к источнику зла, который именует себя Евой. События игры застают нас в рождественский вечер 1997 года. Девушка Айя Бреа вместе со своим молодым человеком отправляется в оперу, где сталкивается взглядом с Мелиссой – оперной певицы, исполняющей в ту роковую ночь главную роль. Это столкновение взглядов тут же перевернёт с ног на голову не только Арию, но и впоследствии весь Нью-Йорк. В мгновение и уже зал озаряют вспышки самовоспоменившихся людей. В оцарившейся в их канале, друг Айи спешно покидает театр, оставившаяся подругой на произвол судьбы. Впрочем, Айя – девушка не робкого поведения, годы работы в ФБР даёт о себе знать. Айя без страха наставляет пистолет на мутиловавшую Мелиссу, пытаясь заставить тут, как говорится, сдаться. Впрочем, самый главный аспект всего остаётся незамеченным. Главная героиня осталась единственной выжившей в пожаре, не получив при этом ни одного повреждения. Как ей это удалось, нам раскроют несколько позже. Пока же, перед нами Мелисса, которая по каким-то причинам называет себя Евой, рассказывает что-то о метрохондриях и атакует Айю. Весь первый акт посвящён преследованию Евы, попутно натыкаясь на порождённых ею монстров. Ко всему в нагрузку Ая периодично видит галлюцинации, например, свою погибшую сестру Майю. При каждой стычке с Евой, та постоянно твердит про высвобождение метрохондрий. Пройдя через череду битв, мы наконец-то покинем злополучный театр и отправимся в штаб Нью-Йоркского отдела ФБР, куда нам придётся возвращаться весьма часто. Именно в подвале отдела находится оружейный склад, куда можно сложить все ненужные вам вещи или модифицировать их, а также пополнить запас патронов. Так что не упускайте момент и всегда возвращайтесь в это место. Дальнейшее развитие сюжета сведёт нас с профессором Клэмпом, который как раз ведёт работу над метрохондриями. Именно от него мы узнаём, что данный вид клеток имеет что-то наподобие собственного разума и может влиять на состояние носителя. Также метрохондрия имеет склонность к выделению большого количества тепла, в результате которого любой живой организм может самовоспроизвольно воспламениться. Но хуже всего, что Ева – одна из метрохондрий, внедрённая в тело Мелисы и взявшая над ней контроль ввиду того, что актриса некоторое время принимала сильно действующие препараты, ослабившие её организм. Впрочем, доктор Клэмп оказывается весьма примечательной личностью, которая как в прошлом, так и ныне проводит эксперименты с метрохондриями. Чуть позже выяснится, что Ая была одной из его пациенток, но не напрямую, а косвенно. Ей была пересажена роговица глаза своей погибшей сестры Майи, над которой как раз и проводили эксперименты. Таким образом, Ая получила часть метрохондрии сестры, другая часть оказалась у Мелисы. Как и полагается полиции, это дело Ая так оставить не может. Во второй игровой день мы знакомимся с персонажем по имени Дэниел Доллес, друг и напарник протагониста, любящий отец и отличный полицейский. Для выяснения новых подробностей Ая и Дэниел отправляются в Музей естественной истории, где вытягивают всю информацию из учёного доктора Клампа. Он поясняет тот факт, что метрохондрии Евы вышли на новый уровень, а Ая по каким-то причинам устойчива к силам Евы. И более того, главная героиня обладает особыми способностями. После лаборатории Клампа нам придётся отправиться в центральный парк, где невольные слушатели уже собрались на концерте Мелисы. Вот только народ ещё не знает, что в её облике теперь Ева. Хуже всего, что на выступление должны отправиться жена и сын напарника Аи, Дэниеля. Необходимо срочно спешить на помощь. Вот только в парк сможет войти лишь Ая. Всем остальным, как говорится, путь закрыт. Парк, между прочим, место таинственное. По заснеженным тропам бродят разнообразные твари, некоторые двери закрыты ключом. Зато неожиданно появляется призрак девочки в голубом, за которым придётся бежать. Тем не менее, спасти людей не удастся. Ева уже подвергла их своему влиянию, превратив в аморфную биомассу. Ну а главную героиню ожидает не очень приятная поездка на карете с горящей лошадью. Вторая встреча с Евой происходит в парке. Ева опять посредством концерта разрушает структуру клеток у собравшейся публики вокруг сцены. В этот раз ей удаётся распространить угрозу заражёнными существами по всему городу. После битвы с Евой в повозке Ая снова теряет цель из-под контроля. Очнувшись, Ая повстречает Кунихидо Маэда, учёного из Японии, который сильно заинтересовали нынешние события в Нью-Йорке. Вместе с ним и Даниэлем вы пробираетесь в помещение музея и лаборатории Клемпа, где Маэда выяснит, что клетки Ая выработали сильный иммунитет против клеток Евы. Таким образом, наши полицейские не подвержены влиянию главной митохондрии. Вернувшись в отдел, увидите колоссальный погром, учнённый мутантами, посланными Евой. Зато теперь можно отыскать ключ и посетить все закрытые помещения отдела. На последнем этаже придётся помочь вашему непосредственному шефу Дугласу и Бену, сыну Даниэля, который остался жив лишь потому, что не пошёл на концерт Мелиссы. Мутировавший дворняга окажется весьма серьёзным противником, одолеть которую окажется непросто. Наутро нас знакомят с ещё одним интересным персонажем – доктора Маэда. Японский микробиолог навестил Нью-Йорк с целью провести собственное исследование. Здесь же Маэда выдвинул свою до боли странную теорию, якобы Ева, как и её японская предшественница, попытается родить ребёнка, полностью митохондриальное сверхсущество. Мда. Ну да ладно, на этом день закончен. В третий день происходит сразу две новости. Во-первых, клетки митохондрии Аи прошли почти ту же эволюцию, что и клетки Евы. А во-вторых, для зачатия Еве потребуется семя, которое она отправится искать в больнице Святого Франциска. Попутно Ева громит полицейский участок и наполняет его своими существами. Ключевым моментом становится сцена, где сын Дэниела по имени Бен попытался догнать всеми любимую полицейскую собаку Шиву. Та, в свою очередь, старалась изолировать себя от Бена, так как была заражена. В конечном же итоге Шива превращается в огромного трёхглавого цербера. Дуглас Бейкер, начальник участка, всеми силами старается защитить Бена от Шивы, которая в скором времени становится головной болью Аи. Следующим пунктом назначения станет больница, где у Аи состоится несколько флэшбэков, благодаря которым она вспомнит, что когда-то именно здесь ей и сестре проводили операцию. Остаётся только вопрос, почему Ая успела всё так быстро забыть? Видимо, сказываются действия Метахондрии. Именно здесь вы встретитесь с тем самым Пауком, о котором я рассказывал в самом начале. Битва пройдёт на крыше, после чего необходимо будет быстро сбежать, пока на крышу не свалится подбитый истребитель. Далее сюжет позволит себе небольшую нелинейность, предоставив выбор дальнейшего пути. Впрочем, осмотр складских помещений миссии побочная и позволит лишь найти самое мощное оружие в игре – Ракетницу. Основной путь лежит в Чайна Тауна, и именно сюда направят вся биомасса, собранная Елой. В погоне за ней Аи придётся обследовать обширно-коннодляционные помещения и выбраться в метро, где ожидает пожалуй один из самых сложных боссов игры – гигантская сороконожка. Сразу после этого Аи снова попадёт в музей. Самая обширная локация в игре познакомит вас с разнообразной ожившей исторической фауной и подарит много полезных вещей и оружия. Здесь вы отыщите самый полезный пистолет в игре, благодаря которому можно совершить сразу два действия – и полечиться, и атаковать. Чуть позже отыщится пистолет на три действия. Также именно тут вы сможете наконец-то накопить 35-й уровень и получить лучшую магию в игре – высвобождение. Тратит она всю полоску энергии, зато враги будут получать колоссальный урон. Сделать это необходимо ввиду скорой встречи с боссами, одолеть которых сможете без особых проблем. После победы над собакой Ая всё сильнее начинает ненавидеть Еву. Как и следовало ожидать, доктор Кламп тесно сотрудничает с Евой и оказал значимую помощь в её планах. Ева уже на девятом месяце. Страшным оружием недруга является вся собранная человеческая биомасса с концертов. Эта масса образовала своего рода странную гигантскую хрень, поломавшую Статую Свободы и создав на её месте убежище для Евы. Военные при поддержке способностей Аи бросают все силы на борьбу с Евой. Ая попадает на остров. Отыскав Еву, поймёте и причину её действия. Она хочет родить высшее существо, а вся собранная биомасса ей нужна для создания непробиваемого кокона. После чего следует продолжительная битва с Евой. Босс для меня оказался одним из самых трудных в игре. Но несмотря на это, форменное тело Евы в итоге не выдержит ваших атак и растворится в ужас лизе. Но не всё так просто. Ева успела воплотить план, и сверхсущество всё же родилось. И благодаря сильным потугам игрока побеждают угрозу всего человечества. Ну, а так как сюжет игры от Squaresoft, последний босс никогда не последний. Уже расслабившись, на радостях Ая отдыхает на огромном военном крейсере, как вдруг дитё Евы выползает из воды. Все попытки ему навредить венчаются неудачей, и доктор Маеда пафосно скидывает Ае свои крутые патроны, наполненные митохондриями главной героини. Существо особо сдаваться не собирается, поэтому было принято решение взорвать его вместе с крейсером. Конец игры вполне очевиден. Существо погибает, протагонист выживает. Флот вокруг взрывается, и Ае снова придётся вступить в бой. Первые две формы босса не представляют большой трудности, а вот последний поможет справиться Маеда. Ведь всё это время учёный не просто так наблюдал за Аей. Он разработал специальный состав на основе её клеток, поместив её в пули. Именно ими героиня наконец-то сможет одолеть существо, а окончательно его добьёт лишь взрыв корабля. На этом завершится история первого праздника. Ая думает, что всё худшее уже позади, но ещё не знает, что её судьбе разработчики придумали новые приключения. Перед самым концом игры, в отсеке корабля можно найти Уэйна из полицейского участка. Он предложит переименовать одно оружие и броню. Неважно, переименуете вы её или нет, главное выбрать то, что для вас важнее, так как именно эти вещи будут у Аи в следующей игре. Также новую игру можно будет начать множеством очков прокачки, так что повторное прохождение будет значительно легче. Здесь же появится и новая зона, небоскрёб Chrysler Building, где можно неплохо прокачать Ай и пострелять новых монстров. Сложность здесь соответствующая, значительно более высокая. После прохождения небоскрёба ожидается новая концовка. Правда, достигнуть её будет весьма и весьма трудно. Ну и выводы. Паразитева проект реиграбельный, поэтому, пройдя игру один раз, нам открывается экстра-локация, состоящая из 77 этажей и наполненная монстрами. Здесь игроку будет встречаться старый и новый противник, а также и боссы. Всё это принесло проекту успех как в Японии, так и на Западе. Уже через полтора года вышла вторая часть, но потом почти на 10 лет все забыли о сериале. Он вновь появился на горизонтах, когда две первые игры появились в сервисе PSN, а на портативе PSP вышла третья часть. Паразитево проект реакции Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ранее я уже говорил, данный сиквел практически выжимал максимум из приставки и это действительно так. Фоны и обстановка, в которой происходят все события уже намного чётче. При этом воссоздано всё по тому же принципу отрендерированных картинок, но честно говоря, я встречался с шедеврами на PlayStation 2 в той же графической манере и выглядели они довольно превосходно. Так что в 2000 году сканерная графика это был огромный плюс. В плане графического исполнения, опять же, можно провести параллели с Resident Evil 2 или Resident Evil 3, но это не единственное, чем поразить Ева сделало ещё больше уклон в жанре. Думаю, не стоит говорить о высоком качестве исполнения заставок. Они достаточно отчётливо видны на экранах. Порой даже и не верится, что это 2000 год, хотя всю манеру исполнения ролики переняли с предыдущей игры. Теперь данный проект по большому счёту экшен с элементами RPG, а не наоборот, как было раньше. Боевая система исполнена полностью в реальном времени и без каких-либо ожиданий для совершения хода. Получение урона от противника в большей мере перешло под ответственность самого игрока, что, само собой, офигенно. Если посидеть, поиграть подольше, начинаешь понимать, это достаточно оригинальный проект. Вторая часть вносит очень много этой самой оригинальности. Например, я не видел ни одного хоррора с подобным развитым инвентарём. Вешать на броник вещи, скажу честно, для меня было оригинально. При всём при этом, во время боя доступен только он, и проявление внимания к этой штуке может сыграть роль в геймплее, особенно во время босса. Да блин, я не шучу. Можно дойти до босса, забыв навешать патронов за пазуху, и в последние минуты жизни остаётся только смотреть, как босс физически доминирует над игроком. Далеко не один инвентарь здесь влияет на прохождение. Например, возможность избегать урон. Я вообще это свойство ставлю на первое место в игре на фоне других новшеств. Ведь именно грамотное перемещение вокруг врага, поиск удобного момента для перезарядки, смена цели, а также уклонение от атак, по сути, решает большую часть в экономии ресурсов вместе с нервами. Даже плавное прицеливание Аи – это огромная часть динамики, так как частенько всякая хрень пытается прыгать вокруг героини. С первой части должным образом сохранились такие аспекты, как влияние дистанции на урон от огнестрельного оружия. В принципе, любым другим ты всё равно не попадёшь. А также критические выстрелы – это порой даже помогает лишний раз не перезаряжаться. Не забуду сказать и про способности Аи. Они принципиально носят прежнее назначение – лечить, атаковать, ну и так далее. С той разницей, что под стать всему, применяются данные способности в реальном времени. Есть возможность открывать эти способности самому за определённые очки опыта, после по тому же принципу их улучшать. Так, ну, про способности сказал, про инвентарь сказал, а про стволы ещё нет. Вот, стволов в игре довольно много, по крайней мере на фоне других представителей жанра. Фишка амуниции заключается в выборе определённых патронов, причём иногда на один ствол бывает несколько разновидностей патронов. Вся амуниция, включая жилеты и патроны, продаётся в специальных торговых точках. Только порой всё это купить очень трудно. На выбор нам предоставляют от элементарного полуавтоматического пистолета с безграничной возможностью сходить пополнить запас его патронов, до разного рода винтовок, дробовиков, гранатомётов. Теперь перейду к самому наболевшему, к тем созданиям, которые будут взрывать наш разум на протяжении всей игры. Да что с ним не так? В общем, все они пытаются навредить игроку и наложить на него парочку негативных статусов. Хотя вот под конец игры будут встречаться более серьёзные создания. А вот боссы получились очень даже харизматичными. Например, самый первый, кто нас так не взлюбил, это голем номер 9. Уж больно он любит блеснуть своей неотразимостью и прямым намерением убить протагониста. При всём первых несколько раз у него это вполне получается. Здесь ящик не переносит ваши вещи. То, что сложили, то есть можете забрать только из данного сундука. А таких в игре несколько штук. Одним из которых выступит автомобиль Ай. И лишь в конце игры все они окажутся в одном месте и позволят снова взять ранее оставленные лишние вещи. Можно не бояться оставить лишние предметы, даже оружие. Имейте при себе только самое необходимое. На среднем уровне сложности в большинстве ситуаций можно легко обойтись пулемётом М-950. Что вам подарит Дуглас за спасение своего пёсика. Особенно если поставить в неё патроны Гидра. Подобно любой другой игре этого жанра, Parasite Eve 2 наделена одним интересным свойством. Название которого... Охуй мне делать дальше! Вот так плавно я перешёл к загадкам в игре. В основном загадки очень интересные и интерактивные. Но порой бывает проскакивает полная безнадёжность. Например, впервые где я застопорился на прохождении, это был гараж. В котором всё происходит по следующему алгоритму. Заходишь внутрь, включаешь рубильник. Идёшь к панели управления подъёмником с машиной. Начинаешь вертеть её вверх, вниз, поворачивать. Можно даже багажник открыть и забрать халяву, да не в этом суть. Всё, чего я добился, крутя этот чермет, так это возможность нажать на кнопку активации ворот гаража. Окей, гугл, я не знаю как мне быть, помоги. Сам себе помоги, га-га-га-га-га. А теперь всем тест на внимательность. Что в этой комнате не так? Ну всё же вполне очевидно. Вот ворота, просто открываешь, всё. Вы, б***ь, шутите? Ворота же полностью сливаются с фоном. Да чего уж там, они есть фон. Ладно, во всём остальном загадки вполне интересные. Скрытые пароли, потерянные ключи, интерактивные головоломки. Ну что же, сюжетная линия второй части на деле не такая уж и большая, но всё же в двух словах о ней сказать не получится. Начну с того, что весь сюжет разбит на четыре части, по две из которых, в свою очередь, записаны на двух дисках. Первые три эпизода сюжет особо не раскрывают, они скорее нас подводят к главным событиям, поэтому просто расскажу последовательность этих эпизодов. А я после всех событий с митохондриями спустя несколько лет, а если точнее около трёх, успешно переквалифицировала себя в агента ФБР. Задача её департамента – тайком вылавливать мутантов и любыми доступными средствами, например, главной героиней, искоренять их с лица Земли. В совсем обычный день поступил совсем обычный звонок и, мол, в Акропольс Тауэр – это такое большое заведение – произошла кровавая баня. Приехав на место, Ая в действительности наблюдает массовую резню и решается выяснить всё, что можно. На глазах игрока демонстрирует ролик со зрелищной мутацией людей в существ. Ну, как бы раньше люди не заражались, а тут вдруг вот так. В этой главе нас знакомят с двумя персонажами. Первый – это очередной чёрный напарник Аи по имени Руперт. Второй персонаж – номер 9. Эммм... Это голем, видимо, самый продвинутый. Он в ответе за всю происходящую бойню в здании, включая заложенную взрывчатку на самом верхнем этаже. Потерпев поражение в первой встрече с протагонистом, номер 9 обещает ещё вернуться. В этот раз начало игры оказывается не столь грандиозным, как в оригинале. Ая уже находится в штаб-квартире от Редомиста Лос-Анджелеса. Это ваша новая опорная точка. Правда, вернуться сюда придётся всего несколько раз, после чего такой возможности уже не представится. В отличие от первой части, Parasite F2 несколько более сложный в освоении проекта. Поэтому представившуюся возможность пострелять в тире необходимо использовать по полной. Ведь это не только хорошая возможность освоиться в управлении, но и шансы заработать очки покупки BP, на которых в магазине, а затем и в других торговых точках можно приобрести много полезного. Но я бы советовал как можно сильнее экономить. Очень неплохо сохранить к концу игры порядка 25 тысяч BP, а то и больше. Этот момент очень сильно выручит. Сами очки зарабатываются за убийство мутировавших сущностей. Зоны, где обитают такие, отмечены на карте красным. Настоятельно советую очищать все территории, ведь при продвижении по сюжету они снова начнут заполняться врагами, давая таким образом возможность подзаработать ещё. Чтобы очистить все зоны, понадобится немало побегать по карте. Но поверьте, оно того стоит. Разобравшись что к чему, получим по телефону сообщение о появлении некой мутировавшей биофауны, ANMC, в пределах небоскрёба Акрополи Ставлэр, куда Айи срочно придётся отправиться. Обстановка вокруг здания соответствующая, полный хаос и беспорядок. Внутри вас также ожидает неприятная картина. Множество убитых членов отряда SWAT и всеобщий погром. Здесь вам впервые придётся встретиться с новыми типами мутантов, ANMC, убить которые бой достаточно сложно. Как и в первой игре, придётся периодически перебегать от точки к точке, уворачиваясь от атак и постреливая в гадов. Первого серьёзного противника, Гретер Стрэнджер, вам поможет одолеть коллега Руперт, в руках которого окажется весьма мощное орудие убийства – пистолет под патрон Магнум. Вам же эта пушка достанется лишь под конец игры и только при плохом развитии событий. Продвигаясь дальше и постреляв не один десяток врагов, вы спасёте Руперта в помещении церкви от некого гуманойного существа. Обнаруженная вслед за этим бомба, установленная таинственным супостатом, заставит поторопить события. Не забудьте несколько позже вернуться в зону с бомбой и отыскать здесь чёрную ключ-карту, если она не появится сразу. Данный предмет понадобится намного позже по сюжету и значительно облегчить жизнь. Пока же, разгадав несколько головоломок и отыскав пистолет-пулемёт, ракетницу и новую броню, Айя наконец-то выходит на крышу небоскрёба, где встречается с тем самым гуманоидом, имя которому номер 9. Как окажется впоследствии, он не единственный такой. Подобных существ вышла целая серия, но именно этот окажется самым главным действующим лицом. Именно он воплощает в дело очень неприятный план. Победа над 9 номером не принесёт успеха. Враг сбежит с поля боя, оставив пульт управления зарядами. Вот только остановить взрыву уже не получится. Айю и Руперта вовремя спасёт подоспевший полицейский вертолёт. Все найденные улики приводят департамент и главную героиню в маленький пустынный посёлок. Но, как и в первом случае, он уже полностью инфицирован. Из местного Люда в живых осталось всего два человека. Ну ещё и собака. Все, кто обитал в здешнем отеле, давно были обращены в биологических уродов. Да, именно в этих. Не обошлось всё без стараний уже всем знакомого дурака и маньяка в одном големе. Далее Айя знакомится с агентом по имени Кайл, который рассказывает о какой-то шахте, ведущей в подземный комплекс. Также от безысходности весь эпизод нам помогает местный обитатель Дуглас со своей собакой по имени Флинт. В конце эпизода, когда персонажи уже собрались сваливать в шахту, нас атакует финаль... Ммм... Так, о чём это? Ах да, босс! Пришёл здоровый дядька, во рту огнемёт и давай обрушивать весь гнев на главную героиню. Несмотря на свои габариты, он довольно лёгок и интересен в боёвке. По окончанию со всеми делами в мотеле заканчивается и первый диск. Следующий маленький эпизод – это вход в шахту. Новые события засанут вас в кабинете шефа Мист Болпэна, который сообщит, что следы существ ведут в пустыне Мохава, а конкретно в городок Драйфил. Как вы уже поняли, именно сюда лежит ваш путь. Но сначала Айя посетит штаб-квартиру, где вам представится возможность наполнить багажник вашего авто полезными предметами. Автомобиль теперь станет вашим ящиком хранения, куда можно складывать все лишние вещи. Их-то как раз в игре будет очень много, ведь инвентарь Айи теперь меньше, чем в первой части. Совершив последнее приготовление, отправляйтесь в Драйфилд. Место это достаточно примечательное и интересное. Городок окажется полностью заброшенным, что неудивительно, где здесь теперь поселились АНМС. Посмотрев все открытые помещения в поисках врагов и предметов и решив головоломку с машиной, вы повстречаете первого выжившего в этой суматохе, Дугласа. Впрочем, сразу станет понятно, как ему это удалось. В его распоряжении солидный арсенал средств уничтожения. Дуглас подарит Айи ключ от мотеля. Посетив свои новые апартаменты, заметите на водонапорной башне Кайла Мэдзикина, ключевого персонажа для лучшей окончания игры. Спасти парня вам просто необходимо. В этот раз другого выхода у вас не будет. Обследуйте все оставшиеся территории, откройте запасной пиль в гараж. Кстати, в туалете бары на стене висит постер игры «Паразит Ф2». Впрочем, Айи на него никак не реагирует. Найдя Дугласа в трейлере, сможете закупить у него много полезных вещей и оружия. Здесь же услышите крик из соседнего дома, но попасть туда сможете только через подземный тоннель, путь в которой лежит через колодец, где обитают страшные твари. Попасть в комнату, с которой кричали, вам пока не удастся. Дверь закрыта, а проход в соседнее помещение загораживает шкаф, привинченный к стене. Чтобы его освободить, необходимо взять отвертку у Дугласа. Внутри вас ожидает встреча с девятым номером, одолев которого Айя высвободит митохондрий. Очнувшись от обморока, снова встретите Кайла. Ваш путь лежит в убежище, что расположено недалеко в горах, но так просто добраться до него не получится. Автомобиль Айя разворотили НМС, так что придется просить Дугласа. Он согласится предоставить свое авто, но для начала необходимо его починить и заправить. Пока Дуглас трудится в гараже, отыщите все необходимые детали. Разгадав головоломку с кассовым аппаратом, найдете ключ, открывающий все двери мотеля. Когда все приготовления будут закончены, а автомобиль готов, Дуглас отправит вас на ночевку. Перед походом в мотель стоит заглянуть в бар и болтать с Кайлом. Теперь можно смело идти отдыхать, посмотреть красивую заставку с Айей. Сон героини прервет босс, горелка. Битва с ним не должна вызвать серьезных затруднений, если вы успели запастись мощным вооружением. Старайтесь прикончить Бернера как можно быстрее. От этого зависит, выживет ли Флинн, пёс Дугласа. Второй ключевой персонаж, который поможет добраться до лучшей концовки. Также сам Дугласу награду выделит вам хороший пистолет-полимет М950. На этом наши дела в драйвинге закончены. Можно загрузить новую машину полезными предметами и вместе с Кайлом отправляться в убежище, где как раз и происходят все разработки по НМС. Игрока и его напарника встречают монстры, своего рода засадой. Да что с ними со всеми не так? Ах, проехали. Кайл ранен, а нам остается только отбиваться до последнего, но по очевидному исходу событий, Айя добирается до входа в убежище. Финальная часть игры раскрывает все тонкости происходящего, поэтому я хотел бы немного иначе подойти к его повествованию. Данное убежище – это некий огромный секретный комплекс по производству биологического оружия, или, иными словами, тех существ, что атакуют игрока. Именно в этом здании прослеживается тонкая связь с первой частью, где якобы данный комплекс полностью берет свое начало на основе образцов доктора Клампа. Контроль над всеми большими созданиями держит Ева, маленькая девочка, воссозданная на основе клеток Айи, то есть ее клон. Но сама по себе Ева встреет в события не по собственной воле, и задачей главной героини – не только прекратить всю эту анархию, но и вытащить Еву, которая ко всему сильно смахивает на сестру Айи. Путь в убежище лежит через шахты, где уже подождают новые мутанты. Шахта – место достаточно простое, лишь последний босс должен серьезно задержать. Его можно убить как стандартным способом, так и при помощи взрывающихся бочек. После комнаты с боссом окажется само убежище. По традиции, именно в таких местах обычно проходит завершение игры, не исключение Паразитов 2. Тем не менее, в данный момент до окончания путешествия еще очень далеко. Именно здесь понадобится черная ключ-карта, найденная в Акрополе Сталла. С ее помощью можно будет открыть дополнительную часть вооруженного склада и взять неплохой дробовик. Здесь же находится бесконечный запас патронов гидра. Вашим врагам в данной местности окажется не только мутировавшая сознание, но система охраны, причем реагирует она только на Айю. Несколько позже можно будет отключить турели, но пока придется их уничтожать. Обследовав все помещения, Айя доберется до отсека к дезинфекции. Первое прохождение проблем не вызовет, а вот когда будете проходить здесь второй раз, активируется система охраны, и комната начнет наполняться ледовитым газом. Чтобы Айя не погибла, необходимо быстро спрыгнуть в люк с Морсера Провода. Сразу понятно, куда он нас приведет. Перед нами огромная свалка, где много полезных патронов гидра. Но стоит только попытаться начать движение к выходу, игра мусора живет и пойдет за вами. Босс, противник достаточно легкий, несмотря на свои габариты. Отдвигайте как можно дальше и стреляйте ему в пасть, когда тот начнет засасывать воздух. Придется выпустить немало пуль, так что ожидайте долгой схватки. Расправившись с тварью, отворяем дверь и уходим. Враг пойдет за вами. Окончательно добить тварь поможет мощный пресс, расположенный в конце коридора. Активируется таймер мусоросжигателя. Дверь выхода совсем рядом, до ней Кайл. Но все же стоит сбегать по обратному залу и отыскать там медицинское колесо. Обязательно поставьте его в разгрузку. Этот предмет позволит находить много полезных вещей после боя. С воротами встретите Кайла и далее небольшой кусок игры проведется пройти вместе. Этот момент самый важный для дальнейшего развития событий. Чтобы получить хорошую концов, необходимо активировать два пульта управления. Код первого – 18. Он позволит перенаправить уровень воды. Код второго – 15. Открывает секретный проход в колодец Драйфилда, куда и лежит путь Айли. Кайл в итоге отправится своей дорогой, а мы встретим Флинта, который приведет нас к водонапорной башне, куда мирские твари загнали пирса. Дальнейший сюжет приведет нас к компьютеру. Отгадать пароль поможет доска с подсказками, рядом с выходной дверью. Ответив на кучу вопросов о истоках проекта Ева, Айя выяснит, что все нынешние существа выращены из ее кледок. Позвонит Пирс или Кайл в зависимости от выбранного сюжетной линии. И предложит сходить в комнату управления, где Айя узнает, что под комплексом создана отдельная зона – Новый Ковчег, предназначенная для демонстрации технологии ANMC. Отключив охранные системы, отправляемся к нашей новой цели через лифт на этаже Б-2. Тем временем, в овальном кабинете Белого дома уже готовится план по уничтожению лаборатории. Спутник с Лазером на борту ждет команды. Новый Ковчег Новый Ковчег – место довольно экзотическое, чем-то напоминающее Парк Юрского периода. Среди обширных джунглей обитают разные мутировавшие твари. Некоторые ходят поодиночке, другие собираются целыми стаями, что создает большую проблему с их уничтожением. Ваша главная задача – два генераторных монстра, из-за которых не работают соответствующие механизмы, благодаря которым активируются новые пути в убежище. Чтобы получить доступ к генераторам, необходимо разгадать две головоломки. Соединить в диагональной линии все красные плашки и единицы бутнашки, затем пройтись в нужном порядке по кнопкам на вершине Большой Пирамиды. Подсказки по решению квестов можно отыскать на плите. Одолев генераторы, можно отправиться на свидание с основным боссом локации. Но попасть к нему можно лишь снова, пройдя по кнопкам пирамиды, уже в другом порядке, что указано на плите у выхода из подводного тоннеля. Мост поменяет свое положение, открыв вам доступ к острову, под которым есть новый бассейн, где обитает морской дайвер. Как и любое морское существо, данный босс очень восприимчив к огненным атакам. Поэтому огненные патроны дробовика и магия огня – самое то. После победы подберите из бассейна кристальный череп, повышающий на 20% атаку и защиту. На выходе из ковчега узнаете, что наш знакомый девятый номер уже активировал систему и выпустил на волю своих сородичей, которые теперь станут вашими основными врагами в игре. Ходят они обычно попарно и имеют несколько дальнобойных атак. Все бы хорошо, но вот Еву похищает объект... ну, в общем, понятно кто. Мало того, поискам девочки мешают остальные големы, те, что созданы охранять Еву. Для решения такой не очень благоприятной ситуации в дело подключаются военные, правда, не более чем в пределах комплекса. Когда игрок добирается до голема, тот рассказывает все свои планы над Евой, и как вдруг на Кайло, который был, ну, не очень доверенное лицо, снизошло, и он кинул голема, защитив девочку. Фух, наконец-таки номер 9 отправился в аналы истории. И это даже не шутка. Правительство продолжает свои попытки свернуть комплекс методом уничтожения всего со спутника. Но вот если маленький поселок они разнесли полностью, то по отношению самого комплекса спутник попал в кокон, очень опасного и здорового образца биологического оружия. Пополнив запасы вооружения, отправляемся в новую зону, через левый и нижний лифт второго этажа. Здесь вашими основными врагами станут звуковые системы, искажающие пространство. Также повстречается девчушка в маске. Боссом выступят ее куклы. Само сражение достаточно долгое и трудное. Атаки врага часто имеют одурманивающие действия, что на некоторое время выводит Айю из строя. Свой вред накладывает и динамики, искажающие пространство. Расправиться с ними следует в первую очередь. В углу рядом с боссом есть удобная мертвая зона, где не все атаки босса смогут вас застать. Выяснится, что девушка это клон Айи, новая Ева. Но тут вас настигает толпа големов. Кайл остается отбиваться, а вам необходимо убегать. Отравляющий газ плохо влияет на здоровье. Так что быстро осмотритесь по сторонам. Загляните в саркофаг, на который смотрит Ева. Потом поговорите с ней и медленными шагами отправляйтесь в лифт. Вскоре Ева похитит. Ваш же путь, если идет по хорошему сценарию, то лежит в комнате управления. Попав туда, первым делом осмотрите телефон. Здесь должна остаться записка от пирса, в которой он сообщает, что информацию заговорщики из убежища получают от вашего шефа Болдуэна. Позвонив по телефону и сообщив об этом Джоди, отправляйте в подземную парковку, где на одной из панелей управления отыщите ключ-карты. Нажав синее и желтое кнопки, получите необходимый вам красный автомобиль. Открыв ворота одной из ключ-карт, отправляйтесь в путь. Правда, далеко укатиться не получится. Канель перекрыт. Отыскав мишку Тедди у старого мотоцикла и открыв ворота, Айя попадет в новую ловушку Голину, вовремя подоспевший отряд Лагена быстро исправит положение. Тем временем в Вашингтоне продолжается обсуждение необходимости уничтожения комплекса при помощи орбитального лазера. Вас же попросят отправиться в убежище и спасти несколько солдат, застрявших там. На выходе к вам подбежит Флинт и передаст капсулу с письмом от Дугласа. Рядом же стоит Джоди, от которой узнаете, что Болдуин разоблачен. Главным назначен Руперт, а отдел подвергся проверке. За ней можно увидеть контейнер со всем содержимым, что вы складывали в процессе игры. Здесь же вам разрешат пользоваться любой доступной амуницией, а солдат за грузовиком продает полезную экипировку. Закупитесь тем, что необходимо, но оставьте хотя бы 25 тысяч бипи. Они пригодятся чуть-чуть позже. Отдав Флинту медвежонка, отправляйте за ним убежище. И найдите пирса в комнате заморозки, где когда-то находились големы. Далее в стерилизационной помогите раненому солдату. Оставив Флинта рядом с ним, заходите в подземной парковке. Здесь теперь можно купить самое мощное оружие в игре – 12-зарядный гранатомер. Запаститесь также гранатами по максимуму и ружьем с самыми мощными огнами патронами. На мосту, ведущем в комнату управления, повстречайте Еву, 9-й номер и Кайло. Впрочем, Кайло оказывается двойным агентом. Пули его пистолета ранят Айю и номер 9, что в итоге помешает поглощению Евы-реактора. Выстрел со спутника в итоге оборвет идиллию. Ева падает на дно реактора, Кайло и Айя оказываются по разные стороны моста. И только Айя теперь способна спасти Еву. Финал довольно очевиден. Нужно убить две формы существа и спасти Еву. Все остальное сделают военные, и неужели они просто зачистят округи комплекса? Схватка с последним боссом вызовет ряд затруднений. В арсенале реактора несколько важных атак, выходящих из разных частей его тела. Самая опасная часть находится снизу. Здесь можно получить плевок, вводящий Вайю в стан. Также опасна вторая фаза верхней части, способная слепить. После нанесения определенного урона откроется средняя часть, где расположено ядро самой мощной атаки, от которой очень сложно убежать. Порой атака не может вас зацепить в крайних дальних положениях, на нижней и верхней площадках. Но все зависит от положения босса. Настройте гранатомет, питайте защитные усиливающие заклинания и лупите в ядро заряда. Победа дастся нелегкой ценой. Однако это еще не все. Реактор все же поглотит Еву, родив на свет сверхсуществу. Вот тут и начнется настоящий ад. Причем не только от сложности. Самый неприятный момент в том, что босс любит периодически выпускать самонаводящиеся шары, наводя таким образом на Айю разнообразные неприятные статусы, самые плохие из которых – паралич и туман. В результате Айя может ослепнуть и перестать двигаться. Если Еву начнет применять эти атаки часто, придется переигрывать бой. Если редко, то проблем возникнуть не должно. Со всем остальным можно легко справиться при помощи гранатомета. В итоге боя Ева и Айя падают на дно, где их находит Кайл. Ответственность за произошедшее возлагается на некую террористическую группировку. А нам предстоит посмотреть финальную заставку с отчетом обо всех знакомых персонажей и финальным роликом с походом Айи и Евы в музей. Вроде основные аспекты показал, осталось только кратко обобщить все вышесказанное. Наблюдаются вполне очевидные превосходства над первой частью. В плане всего – графики, игрового процесса, да и сам сюжет не потерял своей интересности. Пройдя игру хотя бы раз, с уверенностью можно сказать – теперь это не РПГ с элементами ужастика, а совсем наоборот. В довес ко всему, Паразить Ева 2 предлагает обширную реиграбельность. Нам снова дают возможность пройти секретные локации с новым оружием и новыми боссами. Или же игру Плюс, которая на порядок сложнее, но, насколько мне помнится, все навыки и деньги остаются. Подводя итоги, мы получаем хорошо продуманный и качественно исполненный сиквел с шикарным геймплеем и превосходным сюжетом, сопровожденным очень красивыми заставками. Также стоит заметить, что на этот раз в игре есть несколько вариантов концовок, которые теперь зависят от ваших непосредственных действий. Если есть желание увидеть лучшее развитие событий, придется быть очень внимательным, ведь многие из аспектов можно легко пропустить. Интересным моментом стали изменяемые сюжетные повороты, зависящие от ваших действий в игре. Разработчики предусмотрели под все это сразу три разные концовки. Правда, да и последние практически ничем друг от друга не отличаются. Тем не менее, чтобы посмотреть полноценное видео, необходимо выполнить сразу несколько важных пунктов. Спасти Флинта, спасти Пирса несколько раз, позвонить Джуди из комнаты управления и еще несколько моментов, без которых вы не сможете увидеть всего самого интересного. В результате ваших действий меняется и развитие сюжета. Там, где должны быть одни персонажи, будут другие. Действия персонажей также будут отличаться. Вот только сюжетная ветка останется неизменной. Тем не менее, именно лучшая концовка раскроет все детали сюжета и приоткроет дверь к будущему проекту, до которого придется ждать еще 10 лет. Уже в историческом музее, куда отправятся Айя и Ева, появится таинственная фигура, своим начертанием напоминающей Кайла Мэдигена. Таинственная улыбка Айи невольно подтверждает эту догадку. Остается только большой вопрос, откуда у Кайла нога, если он ее лишился во время лазерного выстрела по лаборатории. Впрочем, это уже другой вопрос. На этом заканчивается история Паразит Ив 2. Финальную черту в серии подведет третья часть. Именно этот проект и подвел окончательную черту в серии, став ее полноценным завершением. Увидеть любимую героиню они смогли лишь в 2010 году. Очередного возвращения великолепной Айи фанаты ждали долгие 10 лет. Однако, вопреки всему, проект вышел не на одной из главных платформ, а на портативный PSP. Игра вышла в свет под Рождество 2010 года, да и только в Японии. Весь остальной мир ждал релиза еще несколько месяцев. Тем не менее, ожидание было не напрасно. Проект представлял собой достойное продолжение серии, Однако, были и многочисленные неоднозначные моменты. Так, самой заметной особенностью стало новое название. The Third Bird Day было выбрано не случайно. Именно оно лучше всего отражает природу игры и подчеркивает очередное возрождение главной героини. Наверное, у многих сразу вызывает вопрос новое, нестандартное название проекта или The Third Bird Day. На самом же деле, все просто. В данном переплетении слов доложено сразу несколько смыслов. В номерном порядке это третья часть игры. Она снова проходит в рождественские дни и на третий год после времени начала отсчета. Таким образом, это и третий день рождения самой Евы. Логотип также был создан на этой основе. Разработчики не планировали оставить игре прошлое название, а хотели показать совершенно новую природу внутреннего мира проекта. Ведь это хоть и продолжение серии, но во многом совершенно другая игра. Ведь первоначально The Third Bird Day планировал с релизом на мобильной платформе. К счастью, эта идея была отброшена и в качестве игровой подставки была выбрана PSP. Толчком к этому послужила команда разработчиков. Да и сами Square Enix недавно выпустили великолепный приквел Final Fantasy VII Crysis Core на карманной консоли. Как бы то ни было, решение оказалось верным. В итоге PSP достался один из самых лучших эксклюзивных проектов, во многом ставший определяющим фактором покупки систем. Не знаю, насколько это много, когда разрыв между играми составляет 11 лет. Но совершенно не обязательно быть фанатом серии, чтобы завлечь себя столь интересным шутоном в стиле японского RPG. Ведь сюжет игры едва вообще связан с этой вселенной, если только ты не фанат оригинального романа Хидеяки Сена. Но для простых человеческих людей это не сиквел и даже не ответвление. Скорее пересмысление событий. Поэтому сюжет можно отвести на второй план, ведь игра наделена совершенно иными достоинствами, хорошо вписанными в проект для портативной консоли. Они смотрятся довольно привычно для фанатов и в то же время совершенно по-новому. Именно с этого и стоит начать. В механическую основу поместили экшен, шутан, РПГ и камеру от третьего лица. В заставках присутствует кровь и насилие, но сама игра на хоррор совсем не походит. К сожалению или к счастью, у скверов с ним, ну, ни разу не задалось. Но вот совмещать ролевую игру и экшен они умеют нормально. Драйв, который происходит на экранах ваших портативных приставок, смотрится бодренько и весело, а небольшие уровни, различная техника и красивая музыка вызывают азарт перепроходить это дело не раз и не два. В основе геймплея заложена необходимость отстреливать различных монстров, происхождение которых очень трудно себе представить, если ты не разобрался в сюжете. С чем обычно возникают трудности? За некоторыми исключениями, главная героиня автоматически прицеливается во врагов. Связано это с особенностями управления PSP. Отличительной чертой третьей игры является возможность совершать скачки между телами живых людей. За счет этой особенности мы продолжаем выживать во время боя, до тех пор, пока есть постоянное движение. По сюжету, с самого начала игры нифига не понятно, но нас уверяют, что главная героиня Ая ложится в специальное устройство для овердайва. Вообще, фишка игры заключается в том, что при помощи бегающих человечков мы меняем тактику сражения, спасаем свою жизнь и также видоизменяем события настоящего. Ведь такая способность объясняется тем, что Аю отправляют в прошлое. Первое, что приходит на ум, так это фильм... Впечатление такое, что вы бредите. Просто я изобрел машину времени. Сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы видели? Что? Вы видели? Что такое? В чем дело? Что случилось? Полквартира исчезла! Ничего и не сделалось! Походу, так... Меня терзают смутные сомнения. Короче, без науки тут явно не обошлось. Сохраняя свои традиции, третья игра также предлагает баловаться с генетикой. Мы создаем и прокачиваем различные цепочки ДНК, которые чаще всего срабатывают при переселении души или, например, может случиться так, что после гибели персонаж воскреснет, а вытягивать ДНК предстоит путем вселения в монстра, нанося по ходу дела ему нехилый такой урон. Во всем остальном для нас предоставлен стандартный экшовый набор. Кувырки, укрытия, броски гранат, стрельба, смена оружия. Разве что я бы еще выделил такую штуку, как перекрестный огонь. Его индикатор набирается во время непрерывного прицеливания в одну мишень. И если дать команду огонь, все, кто присутствует на поле брони, начнут единовременно стрелять. В ассортименте оружия у нас, как бы это сказать, джентльменский шутерный набор. Пистолеты, винтовки, дробовики и волыны на случай переговоров особой важности. В том, что это все дело можно прокачивать, вешать на ствол различные апгрейды и наблюдать за ростом брутальности оружия, ничего удивительного нет. Но помимо апгрейдов, уровень стволов тоже растет по мере его использования, что дает нам более широкие возможности для улучшения. Оружие по пи*** имеет классическое прицеливание в стиле а-ля Обитель зла 4. И если в настройках прикрепить камеру за спиной главной героини, то игра не будет по управлению ничем отличаться от привычных ужастиков нового формата. Таскать с собой можно 4 единицы вооружения, но только 2 из них меняются опционально, так как личный пистолет Аи бесконечен и всегда с ней, а еще одно определяется хозяином, чье тело мы эксплуатируем в прошлом. Мда, бедные солдатики играют тут роль расходного материала. Как только один из них погибает, мы быстренько меняем свою оболочку, а после чего наблюдаем со стороны, как бедолага корчится в предсмертных муках. Тем не менее, такой расклад придает шутеру хорошую дозу динамики и разнообразия, а в каком-то роде даже уникальности. И это, знаете ли, не весь арсенал, потому что у нас есть крутейшая возможность оседлать вертолет, танк, броневик и раздавать говна всем существам, которые пытаются навредить вашим товарищам. Тем не менее, в этот раз разработчики пошли по совершенно иному пути. еще глубже погрузившись в экшеновую направленность. Какое-либо развитие персонажа почти полностью отошло на второй план и больше не имеет практически необходимости. Оно как бы и есть, но заметной пользы не приносит. Наша основная задача – стрелять. Стрелять и уворачиваться. Прятаться и стрелять. Иногда применяя одну единственную и очень полезную сверхспособность Liberation. При этом сама Айя ведет себя несколько несвойственной ей манере – слабой девушке, что не соответствует ей образу из прошлых частей. Причину этого мы узнаем во время прохождения. Проект не лишен многих заметных недостатков. Но об этом мы поговорим несколько позже. Напасть, окутавшая город своими кровожадными щупальцами, в игре именуются как Твистеды, то есть искаженные, скрученные, покореженные. Переводите как хотите, но название свое эти штуки оправдывают сполна. Хотя о чем может идти речь, когда за сотворение монстров берется Square Enix? У них что не существо, то пойди разбери, что это за хрень, даже если оно человек. Как правило, за основу берутся насекомые, рептилии и прочая мерзость, но нужен особого рода талант, чтобы потом и без того неприятных существ сделать по максимуму еродливыми. Но как бы там ни было, эти штуки не просто жопы с ручками, они смертоносны, имеют очень опасное оружие и соответственно требуют определенной тактики, особенно если это босс. И чем это оружие жестче, тем быстрее на главной героине рвется одежда. Так что если вы всегда мечтали заглянуть под юбку Айе, теперь даже заглядывать никуда не нужно. И это хорошо. На самом деле нет. Наверное, это даже неплохо, если ты пустой и несамодостаточный человек, который пытается наполнить себя всякими удовольствиями, включая различные прелести фан-сервиса. К тому же, если тебя влечет на полуголую японскую тян, то ты хотя бы относишься к числу сторонников гетеросексуализма. Разве не так? Кого я обманываю? Все плохо. В*** так же. А вообще, какого хрена на Айе рвется одежда, если она переместилась в тело солдата в прошлом? Причем от этих повреждений не рвется униформа самого солдата, но при этом страдает броня Айе, а в нашем случае это шмотки. Я хочу напомнить, что она на протяжении всей миссии лежит в настоящем времени у себя в лаборатории в этом анимусе. Попахивает пиздец. Прислушившись к просьбам фанатов, разработчики добавили проекту некоторую эротичность. Одежда главной героини теперь рвется до определенного уровня. Также в игру была введена новая сцена с героиней в душе, посмотреть которую можно во второй половине игры. Правда, этот момент, ввиду авторских прав, запрещен в показании в ютубе. Как прочим, и финальная сцена в церкви, и музыкальное сопровождение титров. Приятно, что общая звуковая картина игры была полностью взята с первой части. Нотки ностальгии присутствуют в каждом игровом эпизоде. Самой сильной частью проекта стали, конечно же, сюжетные моменты и видеоставки, выполненные на очень высоком уровне и неплохо раскрывающие сюжеты. В результате игра стала больше походить на интерактивное кино. Пробежал отрезок, перебил всех врагов, посмотрел продолжение сюжета. И так до самого окончания. Что тебе было знакомо и привычно, разлетелось по воздуху как пыль. Намотано всё словно несколько клубков рыболобной лески. Потянув за конец, я включил игру и попробовал во всём разобраться. Блять. Ну мерзкий-то какой, а. Нахер так жить. Первые события игры застают нас под Рождество 2012 года. 24 декабря в Нью-Йорке из-под земли неожиданно появляются щупальца, словно корни огромного растения. Захватив большую часть города, неизвестное существо образует несколько главных точек концентрации, названные по-простому Вавилонами. Помимо этого, город наводнили странные виды существа, твистеры, мутировавшие твари, которые могут появляться в любом месте. Захват города происходит молниеносными темпами, любая жизненная форма становится биоматериалом. Неожиданная зараза не распространилась дальше, что позволило принять некоторые меры безопасности. Нью-Йорк в блокаде, силы обороны проводят робкие попытки взять процесс под контроль. Тем не менее, внешние атаки успехом не увенчались. Чтобы решить проблему, правительство создаёт специальный отдел по борьбе с твистерами, в сети Ай, куда попадает и главная героиня. По словам Хайда Бора, руководителя отдела и непосредственно начальника Ай, только она имеет уникальную возможность пользоваться переносом разума во времени, благодаря чему может отправиться в прошлое и попытаться остановить распространение заразы. Хайд Бор тут самый главный, очень серьёзно относится к своей работе, но, сука, на лице же написано, что модный какой-то. Вместе с Ай в отделе работают ещё несколько специальных агентов из числа военных и учёных, готовых прийти на помощь главной героине. Телониус Крей, тренер Айи и хороший агент. Доктор Бланк, учёный, один из немногих, кто может программировать систему для овердайва. Габриэль Мансини, снайпер и близкий друг Айи. Хантер-босс Оуэн, глава всего сети Ай в целом. Уж очень у него ручки-то чешутся лишить главную героиню жизни. О, сама же Ая по каким-то причинам не помнит своего прошлого. Как бы то ни было, мир необходимо спасать. Тут и начинают возникать вопросы. Почему именно Ая? Что с её работой в полиции и зачем её держат в клетке? К сожалению, не на все эти вопросы мне удалось получить ответы, но давайте пытаться разобраться с тем, что есть. Первая миссия, которая здесь обозначена как миссия 0, станет разминочной. Нам дадут возможность пострелять, освоиться с управлением и попробовать овердайв, как говорится, вживую. Система переноса разума работает как для врагов, так и для друзей. Ведь тело, которое имеет Айи в прошлом, не её. Оно позаимствовано у одного из человеческих существ. Таким образом, мы имеем возможность переносить разум во всех военных, что находятся на поле боя, и пользоваться их вооружением. Если же это тело подверглось сильному урону и погибло, Айи легко перенесёт разум в другое и продолжит сражение. И так, пока на поле боя есть кто-то, кого она может селиться. Если же использовать эту особенность на вражеском существе, противник получит сильный критический урон. Правда, сделать это можно лишь в том случае, если существо получило некоторый урон обычным вооружением. Также Айя может входить в режим Liberation и палить из пистолета мощными зарядами. Но длится это недолго. Нулевой эпизод – ничто иное, как инструктаж по выживанию в этом суровом и жестоком мире. Проходим обучение, осваиваем основы механики и вперёд из песни в большую жизнь. Завершив миссию, просыпаемся в камере отдела, где Айя находится по приказу Хантера Оуэна, который ей не очень-то доверяет. Кольцо на пальце и рванные воспоминания сообщают нам о том, что Айя была когда-то замужем. Появившийся Бор сообщает, что Айя больше не под наблюдением и может перейти в комнату управления. На панели управления можно прочитать важные информации, купить и прокачать оружие, восстановить броню и настроить цепь ДНК. В процессе игры мы не раз будем находить разные обрывки генома, которые также можно строить в геном Айи, усиливая её способности. Итак, Айя сидит в клетке, и она совершенно ничего не знает о своём прошлом. Ну, кроме тех флэшбэков, которые являются ей во сне. Должен отметить сразу две особенности главной героини. Во-первых, исходя из хронологии игры, на 2010 год ей должно было стукнуть где-то лет 40. Но выглядит она словно 25-летняя девушка. Возможно, это как-то связано с митохондриями и прочими штуками из прошлых игр. Но её характер очень сильно разнится с той сильной личностью, к которой мы так привыкли. Этому, слава богу, будет объяснение, но в конце игры. В миссии под номером 1 Айе снова предстоит отправиться в прошлое на рок-концерт, во время которого произошло проявление щуполиц. Расправившись с главным существом, обследуем помещение клуба и поможем воякам расправиться с оставшимися искривлёнными. В одном из коридоров у Айе будет флэшбэк, где она вспомнит смерть своей подруги Габриэль Мансини. Здесь же встретится призрак девушки в маске, после которого придётся убегать от самого сложного противника в игре, Рипера. Убить данное существо можно только при помощи лазера, так что пока при любой встрече необходимо делать ноги. Одолев мощное и крупногабаритное существо, мы снова встречаем таинственную девушку. На этот раз она уже другая. Компьютер распознает её как Эмили Джефферса. Победа над появившимся Твистедом даст Айе возможность вспомнить немногое из прошлого. Тем не менее, начинается эпизод с того, что никого больше нет. Начальство мертво, и Ая может спокойно перемещаться по лаборатории. А вот что там произошло, нужно решать при помощи нашей машины времени, ну и главной героине соответственно. Аю отправляют на прошлогоднюю мясорубку в клубе Жертва. А всё ради одной единственной цели – уничтожения Вавилона. Ну, это те самые Тентакли. Простите, коконы величиной с небоскрёб. При первом прохождении диву даёшься с визуальной составляющей игры на такой, казалось бы, маленькой приставке. Но, должен признать, в умелых руках красивую игру можно сделать для любой приставки. Ну, короче, заезженная тема. Давайте дальше. Огромный Твистед прям на концерте решил устроить весёлое представление всем любителям острых ощущений. Или просто всем. А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 А-а! А-а-а! Словами не передать, сколько же крови у меня попила игра в своё время. Не успевает значиться Ая мысленно переварить происходящее, как вдруг появляется её начальник. Живой, здоровый и желает гадостей. Даже спасибо, сука, не сказал за то, что вообще тут стоит. Глава отдела просит нас вернуться на три дня назад и спасти агента Крея, потому что после изменения прошлого война с мутантами ещё не закончилась, и новые смерти не дадут запылиться крутейшей технологией для овердайва. На этот раз для выполнения миссии нам доверит тело самой Габриэль, так как именно она участвовала в недавних событиях. Соответственно, если мы вселяемся в снайпера, то её винтовка идёт к нам в комплекте, что может быть прекраснее. Ну а дальше всё по накатанной схеме. Возвращаемся в тела бойцов и делаем то, что от нас требуется. Убиваем монстров. Но проблемы в настоящем всё же дают о себе знать. Погиб один из коллег Аи, Крей. И Аи срочно необходимо вернуться на несколько дней назад и спасти товарищей, а также попытаться уничтожить Вавилон. Ситуацию чуть не испортит неожиданно появившись Оуэль. Тем временем, место Крея за пультом займёт Габриэль, хороший снайпер и подруга Аи. Для спасения Крея мы отправляемся от времени раньше, как раз в тот момент, когда Габриэль выполнял одно важное задание. Благодаря чему имеет возможность помочь Аи в качестве снайпера. В данной миссии главными врагами будут красные комары, из-за которых формируется отравляющий дым, вносящий немало урона. Разглядеть противника можно только через снайперский прицел. В противном случае придётся палить наугад во всех подобных существах. Проникнув внутрь Вавилона, встретим главное существо, битва с которым будет достаточно долго и нудно. На наше счастье, вокруг проплывает большое число тел, в которых Аи может вселяться. Помимо стандартного вооружения, сильный урон существо будет получать от взрыва, проплывающих мимо транспортных средств. Крея мы спасли. Что дальше? По окончанию всего этого бардака Ая попадает во внутрь Вавилона, где наше движение очень сковано, а огромная штука с тентаклями так и норовит доминировать над японской тян в порванной одежде. Но нельзя позволять этой хреновине распускать свои уродливые щупальца. Предстоит спасать свою душу путём скачков между телами, которые, хочу заметить, тоже не желают быть жертвами огромного осьминога. Как только мы спасаем Крея, выясняется, что следом куда-то пропадает Габриэль. Аи отправляют координаты, и наша новая задача — это поиски снайпера. Кто бы мог подумать, Оуэн всё-таки тот ещё кидала, вырубает всех сотрудников и подставляет главную героиню. Подсунув Аи фальшивые координаты, он вывел её на большую аренообразную локацию, где предстоит сразиться с Твистедом, напоминающим осиное гнездо. Это первый босс в игре, на котором высока вероятность почувствовать запах подгорающего дна. Потому что большая летающая мамка щёлкает тела бойцов, как семечки. Необходимо вовремя убивать пчёл, пока они не сделали фаталити, и при помощи снайперской винтовки выпаливать уязвимую крылатую тварь из всего роя. Ну и, наконец, грамотно пользоваться пулемётом. Короче, чего только Твистед не делал с Аей. Зрелище, конечно, не для любителей 3D-тян. Ты ещё живёшь. Ха-ха-ха. Это жаль, потерять кого-то, как ты. Спасти Габриэль мы не спасём. Но зато в сюжет подключается ещё одна личность из воспоминаний Айе. Этот человек по прозвищу Кайл Мэдиган. Ая? Айа? Начальство собирается отправить Аю на новое задание, где якобы опасно и можно умереть. Без комментариев. Но так или иначе, у нас есть шанс спасти людей, а значит девушка не колеблясь берется за это дело. Нас ждет множество ловушек, появятся надоедливые снэтчеры и многое другое. А все ради того, чтобы встретиться с Русо. Который Крей. Который говорит, что Ева его дочь. Ну, этот, который просит найти и спасти Еву, и который тут же подтверждает, что она сестра Аи. В общем, который намекает ей, что он ее отчим. На самом деле нет, мужик потерял дочь. Но я так до конца и не понял, как она связана с Евой. То ли похожи они, то ли вообще просто были знакомы. Хрен не узнает. На связь выходит Оуин и сообщит, что потеряет сигнал с Габрией. Ай направляется в необходимое направление, но попадает в ловушку. Теперь необходимо спасать свое существование. Босс этапа состоит из многочисленных мелких комаров и имеет несколько неприятных атак. Но на наше счастье посреди площади стоит броневик с пулеметом, который очень поможет в сражении. Только не дайте его уничтожить. Тем не менее, победа нам ничего не даст. Габриэль все равно погибнет. А Аи вернет не многое воспоминаний с прошлого о своей сестре Еве и Кайле Мэдилене, которая предлагает встретиться внутри Вавилона. Вернувшись, Аи попадает в новую реальность. За полчаса до Рождества. Оуина больше нет. Крейс жив и не желает, чтобы Аи отправился на новую миссию по захвату Вавилона. Считает это самоубийством. Тем не менее, героини решают, что делать это необходимо. Здесь встретятся новые враги, ползающие мины-роверы, наступать на которые не стоит. Наша задача прийти на помощь капитану Руссо. Но добравшись до места, мы никого не обнаружили. Зато благодаря Аи материальную форму проявит призрак Ева. А появившийся Руссо окажется вовсе не им, а Креем, который сообщит, что это его дочь Изабелла. А зачем исчезнет из прошлого и настоящего? Аи же получит еще немного воспоминаний прошлого. И в очередной раз стоит Кайл. На четвертом эпизоде события переезжают на два месяца вперед. Человечество решило бросить все силы, чтобы уничтожить Вавилон. А Ая уже не сидит в клетке. Она сотрудничает с Куни Хико Маэдо, тем самым ученым из первой игры. Теперь он единственный, кто способен помогать Ае. Но есть одна небольшая проблема. Без устройства для овердайва от них толку, в общем-то, и нет никакого. А куда делась прошлая команда, спросите вы? Ну, все, что нам показали, так это то, что их убили. Но если поговорить с Маэдой, можно узнать множество полезной информации. Хотя, не, не множество. Но в любом случае станет ясно, кто именно был причастен к уничтожению оборудования и убийства всего отдела. Ведь камерами был зафиксирован Кайл Мэдиган. Операция Синий Град – это операция по уничтожению Северной Башни. И наша задача – прорваться туда, установить взрывчатку и оказаться в ловушке. Но жизнь полна сюрпризов. Сразиться с Кайлом предстоит на самой вершине башни. Но молодой человек не абы какой о форме огромного твистеда, уничтожить которого без вертушки нет ни единого шанса. Что демонстрирует нам масштабы происходящей баталии. После того, как монстр повержен, воспоминания Аи пополняются новыми пазлами из общей картины произошедшего. К огромному сожалению, лучше взрыв не сделал. Он только спровоцировал щупальца сконструировать себе новое жилище. Заканчивается эпизод тем, что подозрительный мужик окончательно теряет к себе доверие. Но ему как-то насрать, что ли. Во-первых, Вавилон – это и есть овердайв. Как хотите, так и понимайте. Во-вторых, существует более могущественная форма твистеда, способная принимать человеческий облик. И хайдбор – один из таких. Каждый раз, как игра пытается мне что-то объяснить, у меня возникает еще больше вопросов. Стоило ли вообще выкручивать из сюжета для портативной приставки вот такие вот финты? Я не понимаю, кто будет в этом во всем разбираться. Лично я, когда проходил игру повторно, просто пропускал эти заставки. Да, они красивые, да, они динамичные, но в них разбираться не очень-то и хочется. Да и не нужно. Бойцы, которым посчастливилось выжить в башне после взрыва, обосновались там и сформировали свой отряд самоубийц. А главной героине ничего не остается, кроме как повторно разворошить гнездо, чтобы раз и навсегда покончить со всей этой вакханалией, попутно получив ответы на свои личные вопросы. Нам даже предоставят возможность уничтожить того самого неубиваемого жнеца. Ну, при помощи этого лазера, специального, военная технология такая. Правда, придется побегать хорошенько. Ну, да не суть. А в самом конце Хайтбор прольет свет на происходящее вокруг жизни Айе. Только не сразу. Сначала он будет ходить вокруг да около и напевать нам что-то там про замкнутый круг, который ему приходится переживать раз за разом. Мы в войне с Твистом. Всегда, когда один из нас умирает, время-спейс-поуэр структура, consequently, раздражена. И Бабел вращается в силу. И это, что я использовал для предприятия. Наша специальность превратилась в основе Грэн Бабел. Как босс предпоследней главы, он не очень-то и сложный. Тут главное экономить здоровье бойцов, иначе в одиночку будет трудновато. Очередной, хорошо так задолбавший уже всех флэшбэк, расскажет нам, какая же связь между всеми этими людьми и Твистедами. Якобы Ая застрелила Еву, дабы та не пробудилась. Она тут вроде как мать всего и вся, а после ее смерти частичка души и воспоминаний Евы вселились в окружающих людей, а оттуда появились и странные боссы. В принципе, на этом можно было и закончить, но нет. Все гораздо сложнее, о чем нам будет вещать финальный эпизод. Мы повторно посетим уже знакомый нам Вавилон, а после чего Хайт Бор снова нарвется на сражение с Айей, всеми силами пытающийся защитить Еву от его склизких рук. В прямом смысле этого понимания. С Панталыку нас будут сбивать раскиданные мишени по всему полю сражения, что практически не дает нормально атаковать вражину заморскую. Но печаль досада резко сменяется надеждой, когда погибшие друзья-товарищи предлагают свои тела для очевидного применения. Босс, конечно, от этого легче не становится, но его хотя бы можно победить. Летает туда-сюда, сбрасывает свои шкуры, пуляет чем ни попадя, короче, потрудиться придется. Но на этом питерская разборка не заканчивается. В самом конце Твист отпринимает свою смертоносную форму, а нам предоставляют возможность бесконечного превращения, как это модно в экшенах от Square Enix. Ну, а тут уже все просто и понятно. А теперь моя не очень-то и любимая часть обзора, концовка игры. Итак, что же нам известно по объяснениям Хайда? Во-первых, чтобы защитить Айю, Ева переместилась в ее тело и уничтожила душу носителя, что послужило началом овердайва, то есть появлению Вавилона. Осколки души Аи вместе с ее воспоминаниями разлетелись и образовали тех самых высших твистедов, которых мы уничтожали Евой в теле Аи, и так до тех пор, пока не заканчивался цикл и не начиналась новая точка отчета. Бор, конечно, хотел прервать этот цикл и завладеть телом или душой Евы, но в последний момент Ая оказывается живой и спасает сестру. Потом они обмениваются телами и Ева убивает свое тело, после чего оказывается, что Кайл выжил, но отпустил Еву, сказав ей, типа, у нее свой жизненный путь. А проходя игру повторно, открывается дополнительный видеофрагмент, в котором девушки пересекаются на улице. Да, я понимаю, это все трудно воспринимать, но, по крайней мере, становится очевидно, почему главная героиня потеряла свой боевой характер, потому что, пока цикл не был разорван, мы играли за Еву. А после того, как Хайт Борн начудил, внезапно изменилось что? Правильно, ничего. Ева все так же осталась в теле Аи, но, по крайней мере, душа старшей сестры не разлетелась на куски и не образовала вот это вот все, ну, если верить этой дополнительной сцене. Короче, я постарался объяснить все, что понял сам. Если у вас есть своя теория, то можете мне ее написать в комментах, другим это, ну, наверное, пригодится, не знаю. И они тоже смогут ответить своим комментом на ваш коммент. Новые события застанут нас почти через два месяца. В дворе 15 февраля. Силы обороны пытаются провести последний штурм главной цитадели. В случае провала операции по городу будет нанесен ядерный удар. Аи же сейчас находится посреди города и в компании своего знакомого, Пунихида Маэда, научного сотрудника из первой игры, прибывшего в Нью-Йорк из-за интереса происходящим событиям. Теперь они вместе с Айей должны положить конец Вавилону. На штаб сети Айбл каким-то причинам было совершено нападение в тот же день, что погиб Крейг. Сотрудники организации были убиты. Выжить удалось лишь нашей непроизводительной героине. Но без оборудования Айя не может перемещаться во времени. От Маэда мы узнаем много полезной информации. В частности о том, что Кайл Мэдиган был замечен в пределах Вавилона. Армия сейчас штурмует здание, но Путин преградил крупный твист, уничтожение которого в наших руках. Главная задача миссии – помочь военному уничтожить здание. Для этого необходимо заложить взрывчатку в нескольких комнатах. Многочисленные крупногабаритные монстры постараются этому помешать. Где-то с ними необходимо справиться своими силами. Где-то дадут возможность использовать танк и вертолет. Это значительно облегчит жизнь. Взрыв многочисленных зарядов С-4 сотрясет местность, но здание останется стоять. Моэда сообщили, что на вершине заметил Кайл, и Айя направится туда. После небольшой беседы и нескольких пуль, Кайл примет образ мощного Твистада, после победы над которым, Айя вспомнит про день своей свадьбы и нападения военных, в результате которого она одна остается в живых. Кайл тем временем покидает Кумир. Происходит мощный выброс энергии, и на месте Нью-Йорка расцветает новый Вавилон, рядом с которым оказывается Хайтборн. По словам Моэда, это новые существа, высшие, способные приобретать форму людей. С некоторыми Айе уже пришлось сразиться. Кайл, Бор, Дебриэль и Эмили как раз ими и являются. Непонятным останется только существование Изабелла, ведь на самом деле она погибла в трехлетнем возрасте. В этом мире она появляется уже достаточно взрослой, но Крей все же распознает ее как свою дочь. При этом высшие, хоть и являются одной из форм Твистада, существа совершенно другие. По словам Моэда, все прибыли из будущего, для того, чтобы что-то изменить в прошлом. А Вавилоны – это лишь часть крупной машины Эвердаева. Как будто ни было, Айе необходимо отыскать потерянные воспоминания, найти Еву и решить проблему с инородной формой жизни. А для этого необходимо посетить главный Вавилон. Внутри обнаружится большое число разнообразных форм жизни, которые, как и в предыдущей миссии, не дадут нам покоя на все протяжение объекта. Ближе к концу путешествия предстоит схватка с Рипером. Только здесь вам дадут его уничтожить, благодаря лазерным установкам, которые будут в наличии у некоторых солдат. Бой предстоит долгий и тяжелый. Дальнейший путь идет Айе с шефом Хайдем Бором, который, по его словам, застрял во временной петле, и был ныжен уничтожать три стадов, что происходит из будущего, пока временная петля не повернется и все не начнется сначала. Но в этот раз все иначе, ведь после смерти одного из высших пространственная временная иерархия перестраивается, и Вавилон усиливается. Это и было необходимо Бору. А теперь он предлагает Айе победить его и открыть все утраченные воспоминания, которые окажутся весьма печальными. По словам Бора, Айе была той, кто убил Еву, чтобы остановить ее пробуждение. Высшие же стали невольными свидетелями этого события. Сам Бор хочет вернуться в начало отчета и завладеть Евой. Айе же хочет несколько иного – спасти сестру. Финальная битва против Бора состоит из нескольких этапов. Первым Айе ожидает поражение, ведь, как оказалось, не только она может пользоваться овердайвом. Бор также владеет этим и пользуется своим преимуществом. На поле боя много застывших во времени людей, в которых враг может селиться, а вот Айе нет. Однако высшие существа, недовольные тем, что Бор обманом заставил Айю убить их, отдадут ей свои тела. Теперь у нас 4 жизни, но поэт этого легче не станет. Для начала необходимо долго отстреливаться от врага, пока он не станет ступор и позволит таковать себя овердайвом, после чего и обычные пули начнут наносить урон. После этого Бор примет свою истинную форму – огромное высшее существо. Но и Айе войдет в бесконечный либерейшн, что значительно облегчит сражение. Теперь все атаки будут носить врагу заметный ущерб. Окончательно одолев Бора, Айе перемещается в прошлое, в начало отсчета. Момент, когда произошел сбой в пространстве. Момент своей свадьбы, 24 декабря 2010 года. Так нагло прерванный группой спецназов. Здесь мы узнаем реальную причину произошедшего. В результате сильного эмоционального скачка Ева отправляет в тело Айе свое сознание, породив овердайв. Сознание Айе вынуждено отделиться от тела и фрагментировать время, создав искривленное пространство и твистеды. Таким образом, Ева осталась в ловушке тела Айе, потеряв свои воспоминания. А выброс энергии ее тела передается всем друзьям, находившимся в тот день на церемонии, породив из них таким образом высших твистедов. Каждый раз временная ветля приводит к точке отсчета. Ибор, решившись этим покончить, предлагает Еле впустить свое сознание и таким образом оставить живых тела, но выли стать его частью. Но судьба поворачивается совершенно иным боком. В этом застывшем пространстве неожиданно появляется Айе. Ей каким-то образом удалось собрать все части своего разума в этот момент времени. Однако долго это продолжаться не может, ведь Айе на самом деле погибло, и не может продолжить существование, как бы ни не хотелось остаться с Кайлом и Евой. Чтобы не повторять ошибок прошлого и появление твистедов, обе герои не покидают свои тела, стерев таким образом все неприятное будущее. Но как бы вы ни попытались себя повести далее, Ева все же вынуждена выстрелить в сестру, ведь в противном случае это приведет к очередному искажению времени и пространства. Стоя перед свадебным алтарем, Кайл отпускает Еву в свободную жизнь, ведь он дал слово Айе, и несмотря на то, что перед ним физически та же самая девушка, внутренне это все же Ева, а у нее должна быть своя судьба. Кайл обещает присматривать за ней вместе с Айей. А мы перейдем к бонусной части игры. Если ты устал от сюжета, и даже если ты прошел игру на самом легком уровне, она все равно тебя заманит сделать это еще раз. Нам будут доступны новое оружие, костюм и, самое интересное, это читы. Не знаю, почему их так назвали, лично я не могу говорить про бонусные плюшки подобными словами, но все же мы за заработанную валюту можем приобретать вспомогательные способности, выравнивающие баланс между невозможным и, ну, стоит попробовать. Например, ускоренная регенерация здоровья. Конечно же, большая часть бонусов открываются при выполнении дополнительных заданий или многократного перепрохождения, но затягивает происходящее не на шутку. Ты просто скипаешь заставки и продолжаешь бросать вызов лютому экшену, предвкушая еще не открытые новые ништяки. Знаете, я когда-то прочитал в интернете, что такое ништяк. Но слово не очень хорошее. Правда, учитывая, что я за человек такой, мне можно им ругаться. В общем, говорить еще больше обо всем этом смысла не вижу. Стоит попробовать. Эмуль справляется на ура, и хотя бы на одно прохождение времени однозначно будет не жалко. К тому же, специально для таких, как я, разработчики не смогли не обойти стороной сцену в душе, ради которой действительно стоит побороться. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Говоря совсем кратко, если отбросить сюжеты тонкости управления, то игра Третьей Паразитиеве вполне сносная. Явно не на одно-два прохождения. Ну, если вы не любитель полировать прохождение ради бонусов, то разок пройти на эмули вполне стоит. ПОЗДРАВЛЯЮ, ВЫ МОЛОДЕЦ. Специально для вас я приберёг самый смачный бонус. Это костюм и меч-ствол прямиком из Final Fantasy XIII. Я, конечно, не ярый фанат именно этой части, но... да и не важно. Если есть возможность порвать одежду на главной героине, я обязательно ею воспользуюсь. И знаете чё? У неё под костюмом нет нижнего белья. Понимаете? Его нет. А если в японской игре что-то трясётся, то это обязательно должно засветиться на моём канале. Да, может быть она небольшая и всего одна, но... О боже. Ты понимаешь, что не зря потратил столько грёбаного времени, ведь кто если не ты? The Third Bird Day стал достойным завершением знаменитой серии. Окончательно расставив все точки и определив положение каждого из участников этой великолепной истории на временной шкале. Нетривиально завершилась история Ари Брея, оставив много вопросов и надежду на продолжение. А вот как игра, проект всё же оставил двоякое впечатление. Сразу видно, что разработчики постарались воплотить все скромные возможности PlayStation Portable, реализовав по максимуму всё, что только возможно. Единственное, что не удалось, создать настоящий играбельный проект. Ведь геймплей начать The Third Bird Day самые слабые составляющие. Во многом, это из-за особенностей выбранной системы. Портативная консоль просто не смогла реализовать значительные масштабы и качественное управление, в результате чего прохождение этапов в поле превращается в настоящее мучение. У вас просто нет возможности одновременно управлять движениями Еву и камеры. Часть важных действий всегда остаётся за кадром. Не сильно облегчает процесс геймпад и эмулятор. Зато очень удобно работать с тем автонаведением, без которой в данной игре было бы просто невозможно играть. Можно быстро переключаться в противника к противнику, расстреливая каждого. Тем не менее, данная особенность нивелируется неприемлемо в высокой живучестью врагов. Так что просто идти расстреливая всех не получится. Придётся ещё учиться уворачиваться. Особенно это пригодится на последних этапах, где мелких врагов начнут заменять намного более крупные и опасные твари. The Third Bird Day имеет очень изломанный и сложный понимание сюжет, который поначалу может вызвать большое число вопросов. Действующие лица будут то умирать, но снова появляться и помогать Еве. Это вызывает некую неразбериху, которая быстро складывается в чёткую последовательность, после того, как придёт понимание, что Ева путешествует во времени, влияяя таким образом на судьбы каждого. В результате нам не раз придётся переживать смерть одних и тех же лиц, однако всё же они в итоге будут живы. Сюжетная составляющая The Third Bird Day, пожалуй, одна из самых красивых во всём игровом мире. За это стоит поблагодарить разработчиков, которые постарались сделать полноценную драматическую историю для взрослых, и это у них весьма неплохо получилось. В процессе игры ты реально переживаешь за главную героиню, за все её страдания на благо мира, ещё не осознавая, что перед тобой совершенно другой персонаж. Очевидно, что Айя в данной ситуации стала бы действовать намного решительнее и нестандартнее, но перед нами робкая Ева, которая присуща совершенно иной поведению. Игра также рассчитана на второе прохождение, во время которого можно даже забыть несколько новых костюмов для Ева. Но не думаю, что многие станут это делать. У меня лично нет никакого желания снова её проходить, всё же игра по большей части на один раз. Игра была хорошо принята фанатами и критиками. По всему миру было продано более 350 тысяч копий, большая часть которых приходится на японию. Для портативного проекта это весьма неплохой результат. Но иногда, особенно на портативках, большую роль решает сам фан-сервис, призывающий проходить это дело раз за разом. Тетрис, Пакмен и весёлая ферма не в счёт. Как вариант, могу привести в пример My Love, часть из серии Silent Hill. Благодаря невъебескому количеству бонусов, уровней сложности, костюмов и всякого рода вооружения, вплоть до джедайского меча или волшебной палки, я прогуливал школу и перепроходил её по два раза на день. Третья игра о Паразит Еве смогла бросить вызов моему спортивному интересу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а у меня на этом всё. Подписываемся на канал, ставим лайк этому видео и надеемся на продолжение. Всем пока!